44% казахстанских ученых, которым необходимо дорогостоящее оборудование, не имеют доступа к нему. А в регионах не хватает финансирования для научных проектов. Эти и другие проблемы обсудили на открытии Евразийского форума коммерциализации науки в Алматы. На съезде ученых и предпринимателей побывала Адель Акжаркенова. Сегодня на Евразийском форуме коммерциализации науки обсуждались важные проблемы, с которыми сталкиваются казахстанские ученые. Основными вызовами являются недостаточная синергия между наукой и бизнесом, ограниченные инвестиции в исследования и разработки, а также слабое развитие стартап-культуры. В то же время потенциал стран СНГ значителен благодаря богатым природным ресурсам, молодому и образованному населению, а также растущей инфраструктуре для поддержки инноваций, отмечают участники форума. Мы поднимаем вопрос по созданию в Казахстане высокотехнологичных заводов. У нас в Казахстане на самом деле всё есть. У нас есть земля, у нас есть ресурсы, вся таблица Менделеева. В принципе, мы сейчас можем новые пределы, иметь амбиции. Казахстан должен на выходе на экспорт новые цепочки добавленной стоимости, то есть создавать новые высокотехнологичные заводы, которые в целом будут экономические эффекты на конкурентоспособность нашей страны влиять. В качестве примера Санат Жолдыхан приводит опыт предприятия Касцинк, который раньше продавали микроэлемент Селен в неочищенном виде за 10 долларов, а после инвестирования чистый продукт вырос в стоимости до 150 долларов. Такая оптимизация невозможна без финансирования и инвестиций, которых сейчас, по словам учёных, недостаточно. В Казахстане меры стимулирования и поддержки реализуются через программы содействия Акиматы, ВУЗы и НИИ. Но есть и международные организации, готовые помочь в этом вопросе. Подают заявку на статус участника проекта. Заявка по двум направлениям. Инновационная составляющая, коммерческая составляющая. Если они совпадают, компания может стать участником проекта «Сколково». Если же хорошая коммерциализация, но там нет науки и инновации, тоже не наша история. Мы не входим ни в долю компании, не претендуем на их собственность. Сегодня финансирование науки в стране растёт и составляет 0,14 от ВВП. Большая часть средств сосредоточена в городах Алматы и Астана, что создаёт значительный региональный дисбаланс. Поэтому участники форума уверены, необходимо смело развивать инициативы по формированию устойчивой экосистемы науки и бизнеса, совершенствуя нормативно-правовую базу, создавая необходимую инфраструктуру и условия для талантливых учёных и исследователей.